здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня будет видео по спасению вот такого кактуса которая называется мамилярия что какая у него предыстория этот кактус мне подарили как бы подруга подарила он был сильно загущенный это вот все представляете это все уже росло в одном горшке он у нее сильно разросся размножился и вот она один горшок отдала мне но не сказала что там нет дренажа не дренажа вообще дренажных отверстий и вообще ничего там нет вот ну а папа любитель пополивать он всегда обильно поливает цветы и в итоге мы его залили и он у нас загнил вот я уже увидела когда уже основной центральный ствол сгнил и вот эти вот все детки на нем видите погнившие были вот я их срочном порядке давай обрезать покажу тут я прихватку взяла кухонную вот смотрите вот он уже подсох он лежит у меня практически около двух недель но может дней 10-12 как я его обрезала и он лежит вот так вот у меня просто лежит и как бы хорошо просыхает но я скорее читать что с ней делать с этой мамилярии в общем и как размножаются кактусы чтобы кактус укоренился его надо хорошо как говорится просушить чтобы он потерял часть влаги своей немножечко как бы подвяло не могут лежать и месяцами и потом сажать собственно у меня две недели так уже и лежит но теперь думаю уже хватит его мурыжить надо сажать видите все корешочки я тут по обрезала вот что могла спасти спасла то что не могла она просто все напросто сгнила и я выбросила это все как бы нормально самое главное чтоб теперь они прижились потому что видите мне пришлось на всех вот что здесь лежит везде я удалила корни вот что я теперь буду делать сейчас я подготовлю землю кстати вот один кусочек мамилярия еще не знала но я его как бы воткнула в землю сразу не давала не просыхать ничего не делать ну вот пока стоит поливая очень мало я сверху вот так поставила не прикапывала это фактически вот это вот та же шишечка которую я посадила мне прям не втерпешь но пока не буду подожду еще вот там какой-нибудь корешок образовался или нет вот здесь она уже стоит на на три недели пока без изменений сейчас я подготовлю почву и покажу как в какую почву я буду сажать так вот друзья вот это универсальная земля тут уже есть чуть-чуть перлит еще я добавляю перлита вот это вот речной песок и мелкая галька такая и на дно я буду ладжи уложить керамзитовый дренаж сажать я буду вот в такие вот это вот в такой горшочек маленькие экземпляры я буду сажать вообще баночки временной от картошки пюре вот большие экземпляры я наверно посажу вот горшочек чуть побольше вот так в общем что я сейчас смешаю землю вот эту вот всю ну на глаз я конечно делаю но земля должна быть такая рыхлая и водопроницаема и самое главное на дно побольше дренажа чтобы хорошо сходила вода даже если вы перелили или что-то чтобы все ушло и ничего не застаивалась вот давайте подготовим вот землю я всю перемешала земля видите какая рассыпчатая но она еще и суховато сейчас тут вот и камешки попадаются и все еще добавила чуть-чуть гальки с речным песком все-таки чтоб она была более такая водопроницаемая и сейчас буду засыпать горшочки так одну треть одну четвертую засыпаю дренажом сейчас буду сверху уже засыпать так свои горшочки разномасло я приготовила вот ну вот в этот самый большой я посажу вот наверно целых три вот этом и все самые большие сейчас вот так вам сюда выложу раз-два на какая у меня потом идет большая вот это вот вот сюда вот таких три штуки я сейчас посажу вот а в маленький я буду сажать вот эти вот все маленькие но буду смотреть вот теперь что хочу сказать как закапывать я буду но как можно меньше то есть но приблизительно постараюсь где-то сантиметр ну максимум два чтобы они стояли держались и вот больше сажать не буду и уже как посажу я вам покажу что у меня получилось бред я в этом горшке я сделала такую композицию из трех мамилярий и вот здесь я даже по на вставляла черепки вот отбитого в горшка наверно в том кактусом но чтобы они не заваливались потому что глубоко их не закапывала побоявшись загнивания вот где-то ну полтора но даже наверно два сантиметра нет скорее всего сантиметр полтора и можно сказать что они как бы еле-еле держатся вот их надо вот как бы чем-то подпереть еще для начала немножечко сейчас вот аккуратно пролью постараюсь чтобы они у меня не завалились с распылителем пробью пролью аккуратненько и все как тусы как я поняла не любит переливания и поэтому поливаем по чуть-чуть по мере просыхания кома и уже буду ждать надеюсь что у меня получится и все укорениться землю здесь я пролила и вот что хотела показать вот смотрите ребят вот это вот вылезали я так поняла или какие-то цветы как мне сказали она красиво цветет весной а вот здесь вот везде вылезли видите детки но детки это как бы когда я срезала их с погибшего растения детки вот эти сидели вот ну вот так вроде как вроде как посадила друзья ну вот все я посадила все свои кактусы все до единого какие у меня были и вот так они в большом горшке там самые большие и вот так вот ну вот эти вот наверное что-то у меня надежды нет что они приживутся потому что это совсем молоденькие молоденькие побеги такие еще вызревшие и как бы но они сейчас такие дряблые все таки две недели лежали но не знаю в общем посадила где сантиметр где два в глубину опрыскала но такое поле сделала не обильный не обильный я так думаю только вот как раз до корня может быть смочилась мало мало сантиметр 2 вот и вот так вот они ну вот посадила косые кривые потому что они такие были вот что будет теперь то будет надеюсь что они у меня приживутся об этом я специально сниму видео укореняются они как сказать в земле земле не очень быстро в принципе укореняются но не очень быстро самое главное не перелить и чтобы вода была проницаемая уже просмотрела много вариантов разных ютюбе кто как укореняет но в общем не знаю что будет самое главное ранки все зарубцевались две недели я их выдержала вот надеюсь что все укорениться после посадки и после того как я немножечко полила я сейчас их поставлю в такую сухую комнату но не под прямые солнечные лучи она рассеянный свет светлую комнату нам на свет рассеянный можно сказать такое но не притяненная просто рассеянный такой свет на столе буду стоять который стоит в середине комнаты вот на солнце выставлять не буду поливать буду по мере подсыхания верхнего слоя вот на ощупь буду проверять если уже сухо значит буду немножечко поливать только не переувлажнять надеюсь тогда все пройдет хорошо ну вот если было вам полезно видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч пока пока обязательно сниму продолжение как чувствует меня кактусы у меня их 6 горшочков на этом все пока